Издание «Пруфы» уже почти полмесяца публикует откровения экс-чиновницы, высокопоставленной Диора Гондоровой, экс-руководителя ГКУ информационно-электрический центр, который просто изобилует какими-то откровениями, что творится в этой власти. Скажите, пожалуйста, почему эту женщину так прорвало? Все задаются этим вопросом, но все, кто, по крайней мере, интересуется вообще этой историей, дескать, что же случилось-то? Жила себе тетенька припевающих, в общем-то, в правительстве. Сестра у нее вице-премьер правительства и министр финансов. Лера Игдесамовна? Да, Лера Игдесамовна. О, господи, Лера Закуановна Игдесамова, простите. То есть они родные сестры. Лера Закуановна младшая сестра, Гульнара Закуановна старшая сестра. Но все прекрасно, все нормально с точки зрения карьерных вещей. И тут вот нашла коса на камень. Но она, собственно, вкратце объяснила эту историю конфликта. То есть, насколько я понимаю, она не сошлась характерами с представителями правительства. И, в частности, очень большой конфликт у нее возник с госпожей Полянской. По части влияния. Но я вот анализирую эту ситуацию, я понял, что вот этот вот ГКУ, информационно-аналитический центр Республики Башкортостан, вообще, я уже говорил об этом в своих передачах, что это типовое предприятие, созданное во всех регионах в свое время, лет 7-8-9 назад. И это предприятие должно было заниматься аспектами цифровизации государственного управления. Но госпожа Гундорова как-то странно поняла свою роль, значит, в правительстве и вот в этой структуре. И начала создавать некий контролирующий орган. Но коих у нас, как мы понимаем, достаточно много. Там и контрольно-счетная палата, и прокуратура, и контрольно-резидентное управление главы региона и так далее, и так далее. То есть, всех этих счетоводов у нас предостаточно. Гундорова решила стать еще одним таким, значит, счетоводом, стала собирать информацию, требовать ее, ну, наверное, как-то анализировать. Мы прекрасно понимаем, что там, где информация и контроль, там деньги и власть. Ну, так уж устроено в России все. И, наверное, это могло быть неким мотивом госпожи Гундоровой. Зачем бы ей было превращать вот этот вот инструмент цифровизации в инструмент контроля? Ну, кому-то это не понравилось. Судя по всему, она начала перетягивать на себя какие-то функции в правительстве. Начался конфликт совершенно закономерный. После этого, значит, предприятие было решено ликвидировать. Об этом было объявлено госпожи Гундоровой. Она среагировала не до конца, значит, взвешенно и, на мой взгляд, адекватно. Там произошел какой-то стремительный конфликт, разрыв. Она своим решением, своим указанием как руководителя предприятия уволила всех сотрудников. Насколько я понимаю, и судя по тому, что часть сотрудников сейчас судится за свою зарплату, эта процедура произошла с некоторыми нарушениями. То есть на данный момент это ГКУ даже не ликвидировано. Его, по сути, не существует, но оно не ликвидировано до июра. Вот такая история. Вот, может быть, все это и явилось причиной. То есть, в конце концов, после всех вот этих вот событий, госпожи Гундоровой, по сути, указали на дверь. Ну, то есть вообще не принято высокопоставленных чиновников там увольнять прямо, как говорится, с вещами на холод, да? Но в данном случае это так произошло. Ну, это могло быть причиной ее вот этого вот, значит, выступления и прочих вещей. Ну, может быть, какое-то желание там отомстить, еще что-то. Это сложный вопрос в том смысле, что достаточно редко у нас чиновники пускаются вот в такие тяжкие. И вообще существует некая такая, ну, рецептура вот разоблачения властей. И состоит она из трех компонентов. Первое. Нужно отбежать на достаточно большое расстояние вовне от границ Российской Федерации. Второе. Нужно обладать документальными данными о правонарушениях и преступлениях. И третье. Не участвовать в них. Вот есть три компонента для успешного разоблачения российских властей. Вот, например, два наших представителя-разоблачителя последних времен, да, оба, насколько я знаю, иноагенты и так далее, это господин Мурзагулов и господин Голямов. Ни один из них никогда никого не разоблачал внутри... Ну, что-то не сцепится там ветрком форматы. Да. Ни один из них никогда не разоблачал тех губернаторов, с которыми работал. Ну, или там людей, работавших с ним во власти. Ни один. Они говорят все, что угодно, но только не об этом. Ну, потому что они не исполняют два последних пункта вот этого рецепта. Вы думаете, что они... Нет, я утверждаю так, да. Потому что у них недостаточно или нет вовсе никаких документальных подтверждений злодеяний властей, и они, собственно, сами участвовали в этих событиях. Вот все. То есть не все карты сошлись. Да, мотивы поведения Гундоровой, на мой взгляд, исключительно эмоциональны. Вот. Есть, конечно, версии о том, что она действует в связке с своей младшей сестрой Лирой Гисамовой, и там, да, существуют некие конфликты между Министерством финансов и той же самой Полянской и частью правительства. Возможно, что Гундорова действует в интересах и к Дисамовой. Ну, это, как говорится, поживем, увидим, посмотрим. Я, кстати говоря, совершенно не верю, что они там, ну, никак между собой не контачат и так далее. В конце концов, существует версия о том, что Гундорова получила свою должность, ну, не без помощи Лиры Закуановой. Ну, так или иначе, замечу, что Гундорова не называет никакие фамилии. Вот на вопрос моего коллеги Марата Гореева по одному из кейсов у нее спрашивают, фамилии можете назвать? Ответ. Тогдашнюю руководство Министерства промышленности. Да-да, я очень посмеялся над второй частью ее интервью. Судя по всему, оно было фундаментально переработано еще в воскресенье, в минувшее. Никаких фамилий, никаких дат, никаких, значит, наименований, никаких контрактов, ничего не упоминается. Ну, там вот абстрактный разговор о том, что все воры, все негодяи, все мерзавцы, а одна я, значит, в белом пальто. Ну, вот как-то вот так. Ну, сдулась мадам, вовремя поняла, что что-то сейчас, значит, с ней может там произойти нехорошее. Я имею в виду то, что, в принципе, в своей первой части этого интервью она наговорила, ну, вполне себе на такой приличный иск, как бы, со стороны правительства. Я не знаю, будет ли он подаваться, то есть тут очень много нюансов, но наговорила она предостаточно, на мой взгляд. А то интервью не чистили потом? Первое интервью не чистили, оно уже как бы зафиксировалось. А второе почищено было? Ну, это мое предположение, потому что оно настолько, вторая часть отличается от первой, и настолько там был замах на рубль, удар на копейку, что, ну, как-то немножко даже. Интересно, будет ли третье? Нет, третье мы не анонсировали, я думаю, что на этом ограничится. Ну, так или иначе, вот этот сам заголовок, мне тошно, они испоганили госслужбу. Ну, это пафос, это пафос, такой прямо достойный лучшего применения, в том смысле, что, ну, давайте уж смотреть на вещи трезво, в том смысле, что я не часто слышал от госслужащих многих-многих уровней, а мне приходилось общаться с, ну, служащими, государственными служащими самых высочайших рангов, включая, там, премьер-министров и бывших президентов этой страны, в том смысле, что мало кто из них, там, прямо устно и письменно гордился своей работой, так скажем. Спасибо.